Здравствуйте мои уважаемые подписчики! Сегодня мы рассмотрим с вами машинно-аппаратурную схему линии производства пастеризованного молока и сливок. Производство питьевого пастеризованного коровьего молока и сливок состоит из следующих операций. Приемка молока, сортирование по качеству и измерение количества принятого молока, очистка от механических примесей и охлаждение сырого молока, нагревание и сепарирование молока, дозирование различных фракций молочной смеси и нормализация молока, очистка подогретого нормализованного молока и его гомогенизация, пастеризация и охлаждение молока и сливок. Фасование молока в потребительскую и транспортную тару. Доставка молока, поступающего на предприятие молочной промышленности для переработки, осуществляется в молочных автомобильных цистернах. После проверки качества молоко с помощью центробежных самовсасывающих электронасосов 1 отбирается через трубопровод с установленным на нем счетчиком-расходомером 2 и фильтром 3. В отличие от других центробежных насосов, самовсасывающий снабжен воздухоотделителем, обеспечивающим работу насосов без залива всасывающего трубопровода. Счетчик-расходомер 2 предназначен для измерения объема и массы молока и молочных продуктов. По результатам измерения проводится вычисление объемного расхода и объема, а при наличии информации о плотности массового расхода и массы. Учет принимаемого молока проводят в массовых единицах измерения, килограммах. При приемке молока по объему делают перерасчет объемных единиц в массовые в зависимости от его плотности. Масса принимаемого молока может измеряться также с помощью емкостей с тензометрическими устройствами или путем использования тарированных емкостей. Молоко очищается от механических примесей фильтром 3. Сразу после очистки сырое молоко охлаждают на пластинчатой охладительной установке 4. Она предназначена для охлаждения молока в непрерывном тонкослойном потоке при автоматическом регулировании процесса, что исключает выход неохлажденного молока. Пластинчатый аппарат установки 4 состоит из двух теплообменных секций. В первой секции циркулирует вода температурой от 8 до 13 градусов Цельсия, а во второй рассол температурой минус 5 градусов Цельсия. Молоко после прохождения через секции охлаждается до температуры от 4 до 6 градусов Цельсия и поступает в резервуар 5. В нем сырое молоко может храниться не более 12 часов. Производство питьевого молока начинается с загрузки сырого молока насосом 6 в производственный резервуар 7. В последний для приготовления белкового молока могут дозировать сухое молоко или другие добавки. Затем молоко подают насосами-дозаторами 8 через уравнительный бачок 9 на тепловую и механическую обработку. В линиях производительностью 10 и 15 тонн в час проводят нормализацию молока в потоке. Для этого в секции рекуперации пластинчатой пастеризационно-охладительной установки 10. Сырое молоко нагревают до температуры 40-45 градусов Цельсия и подают в сепаратор нормализатор 12, в котором непрерывная нормализация молока совмещается с его очисткой от механических примесей. В сепараторе 12 натуральное молоко разделяется на две фракции нормализованное молоко и сливки. Нормализованное молоко поступает во вторую секцию рекуперации установки 10. Последняя снабжена пультом управления 11 со стабилизатором потока, обеспечивающим равномерность подачи молока в пластинчатый аппарат. Из установки 10 нормализованное молоко нагнетается в гомогенизатор 13. При получении питьевого молока нормализованное молоко гомогенизируют при температуре от 45 до 65 градусов Цельсия и давлении в клапане гомогенизатора от 10 до 15 мегапаскаль. Из гомогенизатора 13 молоко возвращается в пастеризационно-охладительную установку 10 для пастеризации при температуре 74-78 градусов Цельсия с продолжительностью выдержки 20 секунд и последующим охлаждением до температуры от 4 до 8 градусов Цельсия. Также на производстве могут применяться установки для ультрапастеризации при температуре свыше 100 градусов и временем пастеризации до 5 секунд. Охлажденное пастеризованное молоко подают в промежуточный резервуар 14, хранение в котором допускается не более 6 часов. Из резервуара 14 молоко перекачивают в приемный бункер фасовочной машины 15 и упаковывают в потребительскую тару. Для получения топленого молока нормализованное молоко подогревают до температуры от 70 до 85 градусов в пастеризационной охладительной установке 10 и обрабатывают в агомогенизаторе 13. После этого молоко нагнетают в трубчатую пастеризационную установку 16, обеспечивающую нагревание до 95-99 градусов Цельсия, а затем в резервуар 17. При выдержке молока в резервуаре 17 снабженном мешалкой происходит процесс томления. Для молока с массовой долей жира 4 и 6 процентов, продолжительность томления от 3 до 4 часов. Для молока нежирного с массовой долей жира 1 процент, от 4 до 5 часов. Чтобы предотвратить образование на поверхности слоя жира и белка, молоко перемешивают каждый час в течение 2-3 минут. В процессе томления часть влаги выпаривается и жирность молока повышается. Молоко приобретает кремовый оттенок. Это связано с образованием меланоидинов вследствие реакции между лактозой и белками, а также между лактозой и некоторыми свободными аминокислотами. Меланоидины представляют собой вещества коричневого цвета с явно выраженным привкусом карамелизации. Готовое топленое молоко нагнетают насосом-дозатором 8 через пластинчатый охладитель 18. Охлаждая до температуры 4-6 градусов Цельсия и размещают в резервуаре 19. Из последнего топленое молоко перекачивают насосом-6 в загрузочную воронку фасовочной машины 20 и упаковывают в потребительскую тару. Сливки отделяют от натурального молока при производстве обезжиренного, нежирного молока. При этом обезжиренное молоко из сепаратора 12 сразу направляют в установку 10, минуя гомогенизатор 13. После пастеризации и охлаждения обезжиренное молоко подают в резервуар 14 и далее в фасовочную машину 15. Сливки из сепаратора 12 поступают в гомогенизатор 13. Гомогенизируют сливки при давлении от 5 до 10 мегапаскаль и температуре от 60 до 80 градусов Цельсия. Затем в пластинчатой пастеризационно-охладительной установке 21 их пастеризуют. Сливки с массовой долей жира 10% при температуре от 72 до 82 градусов Цельсия с массовой долей жира 20 и 30% при температуре от 83 до 87 градусов Цельсия с выдержкой от 15 до 20 секунд. Далее в этой же установке сливки охлаждают до температуры не выше 6 градусов Цельсия и загружают в резервуар 22. Из последнего насоса 23 сливки перекачивают на переработку или на фасование в потребительскую тару. Пастеризованное молоко выпускают в стеклянных бутылках и бумажных пакетах, пакетах из полимерной пленки, а также во флягах цистернах с термоизоляцией, контейнерах различной вместимости. Все шире используются для фасования пастеризованного молока тара разового потребления, полиэтиленовые и бумажные пакеты. Такая тара значительно легче бутылок, компактнее, исключает сложный процесс мойки, гигиеничнее, удобнее для потребления и транспортирования. Требуют меньше производственных площадей, трудовых и энергетических затрат. Бумажные пакеты типа тетропак снаружи покрыты парафином, внутри полиэтиленом. Фасованное молоко должно иметь температуру не выше 8 градусов Цельсия и может сразу без дополнительного охлаждения быть передано на реализацию или направлено на временное хранение сроком не более 18 часов в холодильные камеры с температурой не выше 8 градусов Цельсия и влажностью от 85 до 90 процентов. В торговую сеть и на предприятии общественного питания пастеризованное молоко доставляют специальным автотранспортом с изотермическим или закрытым кузовом. Мы рассмотрели с вами машинно-аппаратурную схему линии производства пастеризованного молока и сливок. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Желаю вам успехов. До новых встреч!